вначале давайте посмотрим как оно выглядит из чего состоит это яичко состоит из опоры и самого яйца я сделал его в так называемом викторианском стиле а что такое викторианский стиль это всякие узоры это крылышки шестерни заклепочки короны и так далее то есть все смешал в одну кучу ну говорят что красиво здесь вы тоже видите разные элементы вот эту плетеночку удалось сделать и за счет моей печенюшной формы вот это то есть я сделал такой симпатичный карнизик или как его назвать теперь давайте внимательно посмотрим из чего состоит так шестерни ясно это вот у меня есть такое молдинг со шестернями я его сделал из штампиков единственное что здесь надо чем-то покрывать на эту поверхность почему-то силикон не ложится как следует и начинает расчекаться и поэтому не совсем точно и здесь изображение то есть вас предупреждаю так крылья вот я взял такую китайскую крылышку сделал из нее два у меня два разных два молдинга сделал потом такие крылышки вот молдинг и еще вот эти элементы так называемая лилия да то есть тоже хороший элемент и корона вот эти пять молдингов нам понадобится ну кроме того конечно паста машина и экструдер но с этим мы уже знакомы как показал опыт 100 грамм такие сто восемьдесят грамм достаточно чтобы сделать вот такое яйцо посмотрим сколько у нас осталось от действительно мне последняя глина я сделал заказ и сегодня если не придет этот заказ то это будет небольшая катастрофа так 44 69 ну вот где-то 71 грамм я думаю должно хватить итак из инструментов потребуется нам так нет это тоже но еще мне нужен будет вот такой потом разные трубочки для того чтобы изготавливать заклепочки ну и естественно само яичко из я его смел из алюминиевая фольги для этого я распилил у меня было керамическое яйцо можно конечно вручную пытаться сделать вот это но мне показалось проще именно вот эти две половинки я использую зминаю сюда вот так до конца потом склеиваю две вот этим клеем ну и все принципе больше нам ничего такого не надо ну вырезки само собой вырезки само собой итак приступаем вначале давайте посмотрим как оно выглядит из чего состоит это яичко состоит из опоры и самого яйца я сделал его в так называемом викторианском стиле а что такое викторианский стиль это всякие узоры это крылышки шестерни заклепочки короны и так далее то есть все смешал в одну кучу но говорят что красиво здесь вы тоже видите разные элементы вот эту плетеночку удалось сделать и за счет моей печенюшной формы вот это то есть я сделал такой симпатичный корней или как его назвать теперь давайте внимательно посмотрим из чего состоит так шестерни ясно это вот у меня есть такой холдинг со шестернями я его сделал из штампиков единственное что здесь надо чем-то покрывать на эту поверхность почему-то силикон не ложится как следует и начинает расчекаться и поэтому не совсем точные здесь изображения то есть вас предупреждаю так крылья вот я взял такую китайскую крылышку сделал из нее два у меня два разных два молдинга сделал потом такие крылышки вот молдинг и еще вот эти элементы так называемая лилия да то есть тоже хороший элемент и корона вот эти пять молдингов нам понадобится ну кроме того конечно паста машина и экструдер но с этим мы уже знакомы как показал опыт 100 грамм такие 180 грамм достаточно чтобы сделать вот такое яйцо посмотрим сколько у нас осталось от действительно мне последняя глина я сделал заказ и сегодня если не придет этот заказ то это будет небольшая катастрофа так 44 69 ну вот где-то 71 грамм я думаю должно хватить итак из инструментов потребуется нам так нет это тоже но еще мне нужен будет вот такой потом разные трубочки для того чтобы изготавливать заклепочки ну и естественно само яичко из я его смял из алюминиевого фольги для этого я распилил у меня было керамическое яйцо можно конечно вручную пытаться сделать вот это но мне показалось проще именно вот эти две положинки я использую изминаю сюда вот так до конца потом склеиваю две вот этим клеем ну и все принципе больше нам ничего такого и не надо ну вырезки само собой вырезки само собой и так приступаем чтобы максимально сэкономить на глине чтобы не попадала на суда так как у меня из двух половин то здесь есть вмятины щели и так далее я сейчас сделаю следующее то есть я возьму еще подо мной немножечко чтобы форму придать и вот это место взяв полоску я еще отклею ну а затем раскатаю сначала кусочек полимерной глины сделаю пласт потому что я хочу сегодня начать именно с подставки ее пока я буду делать само яйцо поставка будет запекаться дело в том что мне нужно как бы оптимизировать этот процесс и посмотреть как можно быстрее сделать чтобы не увеличить большую цену не делать но если я потрачу на три часа то естественно цена будет заоблачная никто и не купит посему мы должны с вами работать быстро поставим на двоечку нашу вот такой так пистолет нагрелся можем здесь теперь нанести тонкий слой наклеить этот кусочек сюда прижав его вот так я возьму вот такой металлический шарик сейчас чуть-чуть его смажу в виде линчиком и накрыв полимерной глины начну оклеивать старайтесь чтобы у вас не было следов от пальцев и также старайтесь чтобы не было больших волн таких когда слепляете то есть может получиться вот такие складки этого не нужно от простого газового баллончика я отрезал подходящие показался мне и вот таким образом я сделаю теперь точно нужный мне диаметр что всегда было проблематично вначале для меня теперь свободно можем это сделать только прорезать надо до конца естественно тогда будет легче вот так пока оставим как есть потому что кроме глины я еще хочу сэкономить на фима вы знаете что чем меньше мы будем запекать и срабатывать и срабатывать сразу устанавливать сюда элементы тем проще нам будет потом сфима работать так сейчас мы возьмем подходящий и в середине прорежем отверстие желательно конечно середки вот так уберем лишнее это наша заготовочка теперь в этот раз я хочу сделать кольца вот эти кольца и сразу их запечь почему а потому что тогда они будут ровнее будут садиться а остальное уже можно будет как-то вручную в более свежем таком состоянии и так отодвигаем сейчас я выдавлю нужные мне колбаски и сделаю здесь делаю колечки впоследствии сделаем еще одно кольцо так ну а пока мы можем раскатав еще уже глину потоньше я даже попробую сейчас на четверочке очень мало глины у меня хочу чтобы хватило перед тем как я на четвертое ну а теперь давайте ну а теперь давайте обернем уже нашу аичку делаем такие защипы как при варке пельменей при изготовлении при варке варятся они уже защиплены так вот здесь как раз получилось а лишнее я просто отрезаю ножницами так и теперь начну все это дело катать в руках приминать и так далее и хотя здесь не требуется большой уж так сказать ровной поверхности потому что все абсолютно будет покрыто какими-то деталями но тем не менее некоторых усилий нам удалось достичь такой формы и сейчас у меня есть такой грузик с иглой я сейчас его сюда поставлю чтобы можно было тоже лепить не боясь что мы что-то помнем если положим и так далее так есть теперь мы видим что у нас очень много деталей да ну допустим раз два три три пять семь восемь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать шестнадцать шестнадцать только вот таких деталек в этом случае конечно невозможно это представить себе что это делать вручную и поэтому я использую собственные формочки вы можете мне сказать конечно да Эдвард тебе хорошо у тебя это есть а у нас это нет но я вам сказал что в принципе вот это можно приобрести очень дешево у китайцев можно их применять как-то живую да но я не хочу зависеть от этих ребят и кормить чужие семьи у меня своя есть и поэтому я предпочитаю все таки все делать самому вы видите я вдавил туда форму вернее фима туда полимерные глины вдавил и теперь тоже возьму кусочек стекла хотя я не собираюсь запекать где-то мне надо располагать начиная аккуратно это дело выдавливать вот так в итоге я получаю вот такой декоративный элемент таких мне надо 15 я вам посоветую в общем-то купить какой-то силиконовый вот вот этот для молдингов силикон каучук да это силиконовый каучук из них делать такие молдинги красота требует жертв я не думаю что это возможно как я уже сказал руками это будет долго неэффективно и через полгода может быть удастся сделать поэтому я сейчас буду делать первое я буду делать 15-16 вот таких потом я наделаю крылышков потом наделаю разных шестереночек и это все будет происходить вот крылья это все будет происходить здесь в молдингах да за исключением вот эти большие шестерни я буду использовать свои изготовленные тоже на dry day принтере вот такие шестерни тоже формы но поэтому я сейчас выключаю видео и буду тщательно этим заниматься